Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Осень 2019 года, даже ее конец, преподнесли невероятные сюрпризы садоводам и огородникам в виде очень теплой погоды. Но поверьте, зима будет. А раз будет зима, значит мы должны подготовить наш сад к зиме, к тем экстремальным условиям, в которых оказываются садовые растения, в период мороза, в период оттепелей и яркого февральского солнца. Речь у нас сегодня пойдет о побелке. Побелке в первую очередь деревьев. Хотя очень многие садоводы белят также кусты смородины, особенно взрослые, и другие садовые растения. В этом нет совершенно ничего плохого. Это можно вполне делать, если у вас есть силы, средства и желание на это. Среди множества рецептов побелок можно встретить на просторах интернета и блогерских каналах рекомендации по использованию различных красок. Красок, в том числе предназначенных для строительства и дизайна интерьера. Большая часть таких красок создана, и в их состав входят акриловые или виниловые эмульсии. Наши подписчики частенько спрашивают, можно ли и рекомендую ли я использовать такие краски для работ в саду. Мой ответ – нет. По нескольким причинам. Во-первых, те полимерные основы, которые входят в состав этих красок, ни в коем случае нельзя назвать экологически и природно дружественными. Акриловые и виниловые эмульсии довольно долго распадаются в окружающей среде, являются устойчивыми к микробиологическому, биологическому разложению. И хотя количество этих эмульсий, наносимое на каждое дерево, не так уж и велико, однако систематическое использование таких химически синтезированных полимеров не несет нашему саду ничего хорошего. Вторая причина – это сама белая основа этих красок. В большинстве случаев краски, современные краски, дорогие краски, которые вы покупаете в надежных местах, в каких-то крупных торговых центрах, у авторизованных дилеров, в этом случае их белящая основа – это чаще всего оксид титана. Оксид титана является также пищевой добавкой. Хотя есть споры среди ученых и исследователей по поводу безопасности с такой добавки, однако, поверьте, многие из нас ежедневно потребляют оксид титана, даже внутрь. Но у другой категории красок, к сожалению, в их состав может входить оксид цинка. Нас на слуху у всех цинковое белило. Избыток цинка, этого тяжелого металла, хотя он в маленьких дозах и является ценным микроэлементом, однако в большой дозе, при хроническом, систематическом и по использованию в саду, не несет нашим деревьям ничего хорошего, не только нашим деревьям и обитателям нашего сада, но также и нашему здоровью, ведь накапливаясь, цинк отравляет плодовую и овощную продукцию. Иногда и частенько на хороших красках пишут, что входит в состав. Например, вот на этой краске я могу прочитать, что здесь в состав входит оксид диоксид цинка, диоксид цитана, простите, а вот на этой просто написано минеральная основа, а какая не написана. И кроме того, можно найти информацию в интернете в том числе, что зачастую даже если написано, что в состав краски входит оксид цитана, все равно туда сыпят или в каком-то количестве, или в полной мере оксид цинка. Оксид цинка от оксида цитана в домашних условиях отличить довольно сложно. При нагревании оксид цинка приобретает желтый цвет, однако такое нагревание в домашних условиях уже непосредственно краски является задруднительным, и проверить наверняка, что входит в состав краски оксид цинка или оксид титана практически невозможно. Третья причина, по которой я против использования таких красок, это то, что сама основа краски не является дружественной для коры деревьев. Если вы белите старые деревья, у которых кора представляет из себя наслоение мертвой ткани, то в данном случае уже не имеет значения тот фактор, о котором я сейчас говорю. Но если вы белите все еще молодые деревья, у которых кожистая кора, и комбиальный слой живой ткани залегают очень близко к этому слою коры, в этом случае сама поверхность этой краски является недружественной. Кора зачастую под такой краской получает повреждения и постепенно погибает. Поэтому все-таки основой нашей побелки, дружественной побелки, правильной побелки, должна стать известь. Известь или мел. Почему я предпочитаю известь? Дело в том, что известь, когда находится на воздухе, постепенно превращается в мел, но первоначально, когда вы наносите известь на деревья, она обладает сильной щелочной реакцией и в этой связи сильным антисептическим действием. Для усиления антисептического действия можно добавлять различные добавки. Например, медный купорос, гипохлорид в виде отбеливателя, белизна, табачную пыль с целью создания инсектицидного слоя на поверхности коры и так далее. У нас на канале есть рецепты. Мыло можно добавлять. Ну, а за основу я чаще всего беру обыкновенный обойный клей, который является достаточно дружественным для окружающей среды. В его состав входит КМЦ, крахмал, их смеси и так далее. И держится на деревьях все это очень и очень хорошо. Поэтому ищите рецепты на нашем канале, на других каналах, на основе мела или извести. И, пожалуйста, игнорируйте рекомендации по использованию вот таких вот декоративных красок для использования в саду с целью побелки деревьев. На этом я прощаюсь с вами. Желаю, чтобы ваш сад был здоровым и чтобы вы тоже были здоровы. Всего хорошего! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова